МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты Первого Карагандинского канала и Ягуль Нуржакин. Сегодня в программе. Как отметили 71-ю годовщину Великой Победы и карагандинцы, сколько человек прошли в колонне бессмертного полка. Полковнику Кайрату Умбетову за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоено звание Халлах Кахармана. В Уштубе в учебно-тренировочном центре авиации торжественно открыли взлетную полосу. Обо всем более подробно. Бессмертный полк в Караганде собрал около 5 тысяч человек. Люди с портретами родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, прошагали по улицам города к Вечному огню. Там же состоялось торжественное шествие и возложение цветов. Карагандинцев поздравили власти региона и ветераны. Залп автоматов, военные песни и гвоздики у мемориала Вечного огня не протолкнутся. Ветераны с блестящими орденами и военнослужащие в парадных костюмах завораживают взгляды. Люди с фотографиями, портретами гордо демонстрируют своих героев. Любовь Плашко участвует в шествии второй год подряд. Она вышла с портретом своего дедушки, рядового красноармейца Ульяна Комиссарчука. Женщина с гордостью рассказала, что дед был призван в 41-м, а в 42-м героически погиб под Курском. На митинг пришли все его потомки. Конечно, всем мира, только мира, чтобы никого не убивали нигде, ни в каких точках земли, чтобы все мирно работали, трудились, растили свои. Зауреш Шахжанова приехала на митинг из Балхаша. Она принесла с собой портрет отца, Кошкена Шахжанова. Вместе с ней в колонии бессмертного полка выстроились и ее внуки. Для ветеранов и тружеников тыла были поставлены скамейки. Участников войны осталось всего 256 человек. Со словами благодарности к ним обратился Аким области Нурмухамбет Абдибеков. Низкий поклон вам, дорогие ветераны. Примите слова признательности и благодарности, воины-освободители и труженики тыла, за ваш героизм и самоотверженность. Своих современников поздравил и 94-летний ветеран Беркут Ешанов. Аксакал поразил собравшихся военной выправкой и проникновенной речью. Если не было Великой Победы, то не было бы и суроверного государства Казахской Республики. Помните эти слова? И мы обязаны их пред, не только, вести Великие Победы знамя выше, выше. Среди собравшихся было много детей. Маленькие патриоты привлекали взгляды не только специально сшитой одеждой, но и маленькими ручонками, цепко держащими портреты своих предков. Впервые бессмертный полк прошел колонной в 2012 году в России. Тогда поддержать шествие бессмертных победителей вышло около 10 тысяч человек. Спустя год к шествию присоединился и Казахстан. Сейчас акция несет международный характер. В ней участвуют 17 стран мира. Аймамрина Исламбеку Спан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Празднование 71-й годовщины Великой Победы продолжилось в одноименном парке на Юго-Востоке. Там раскинулись военные палатки, солдаты пели песни и делали памятные фото с карагандинцами. Все желающие могли отведать солдатской каши. Ветераны в этот день были на расхват. Их поздравляли, угощали и посвящали им стихи. Подробности у Аи Мамриной. Я тебя взглянули с звездой, Русь мой, мой хороший, мой родной. Ветеранам пели песни Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков и Акимказбекбийского района Татьяна Шатухина. Смуглянку подпевали и ветераны. Специально для них в военной палатке был организован праздничный дастархан. Я, пользуясь этим случаем, хотел бы поздравить всех карагандинцев и казахстанцев с Днем Победы. И хочу, конечно, в этот день пожелать, чтобы мирное небо всегда было над Казахстаном. И таких трагичных событий у нас в жизни никогда не было. Александра Гудзева – узница войны. Когда начались бомбежки, ей было всего 7 лет. Александра Ивановна вспоминает, что их дом в военное время стал госпиталем. День Победы 45-го года маленькая Саша встретила в Латвии, а затем попала в Казахстан. Она вспоминает гостеприимных казахстанцев и желает, чтобы в стране царил мир. Желание, чтобы только не было войны. Это самое страшное. Марии Удранову война тоже застала ребенком. Она жила в Брянске, в России. Пенсионерка помнит все ужасы немецкой оккупации – голод и холод. Желает, чтобы молодежь помнила и гордилась героизмом участников войны. Я желаю, чтобы всем было хорошо, чтобы счастье было, благополучие, дружба и любовь было между людьми. Самое главное. По официальным данным, в области проживают 256 участников и инвалидов Великой Отечественной войны и около 18 тысяч тружеников тыла. Из них 129 узников концлагерей, 28 жителей блокадного Ленинграда. Всем ветеранам предусмотрены средства на оказание единовременной материальной помощи. Участникам и инвалидам войны по 150 тысяч тенге. Всем остальным категориям по 10 тысяч тенге. Аймамрина Исламбеку Спан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Указом президента Республики Казахстан была присвоена высшая степень отличия звания Халык Кахармана с вручением золотой звезды и ордена ОТАН полковнику Кайрату Умбетову. За выдающиеся заслуги перед страной, мужество и самоотверженность, которые он проявил при исполнении воинского и служебного долга. Подробности в сюжете. 7 апреля на Объединенном учебном центре регионального командирования Орд-Алык Национальной гвардии при проведении боевого гранатометания с личным составом срочной службы начальник штаба бригады полковник Кайрат Умбетов, рискуя собственной жизнью, закрыл своим телом молодого солдата и спас его от неминуемой гибели. За что полковник и был награжден золотой звездой, орденом ОТАН и получил высшую степень отличия – Халык Кахарманы. Хочу, чтобы на него равнялись все воины казахстанцы. Хочу пожелать ему семейного благополучия. Малыш растет. Это большое счастье. И хочу, чтобы это семейное счастье ничем не обращалось и продолжалось. Могла случиться трагедия, когда солдат срочной службы, рядовой обзал Султан Кулов при метании боевой гранаты РГД-5 бросил ее в сторону мишени. Из-за недостаточных усилий граната, ударившись об бруствер окопа, скатилась вниз. Полковник Кайрат Умбетов в считанные секунды принял решение, оттолкнув солдата в безопасное место и прикрыл его с собой от боевой гранаты. Для меня это было высокой честью получить такую высокую награду от рук президента нашей страны. Друзья и сослуживцы отзываются о полковнике самыми добрыми словами. Говорят, он в меру строгий, очень грамотный офицер. В его действиях сослуживцы видят настоящую любовь к родине и людям, проживающим здесь. Его охарактеризовать я могу как очень грамотного офицера, с которого мы берем пример, все офицеры управления нашей бригады. В настоящее время жизни рядового Султанкулова ничего не угрожает. Пусть такими людьми, как полковник Кайрат Умбетов, гордятся казахстанцы, а дети стремятся быть похожими на героя. Екатерина Афанасьева, Жаксылык, Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Бухаржураусском районе прошло торжественное открытие взлетной полосы. Учебно-тренировочный центр авиации расположен в сельском округе Штубе. На открытии присутствовал и глава региона Нурмухамед Абдебеков. В день открытия состоялись показательные прыжки с парашютом. Погода, как говорится, была летная. Присутствующие смогли увидеть настоящее представление, как парашютисты парили с флагом Казахстана. Затем Акимобласти посетил учебные и тренировочные центры, а также осмотрел авиационную технику. Подробнее о центре рассказал пилот-любитель Валерий Себогатуллин. Материально-этическая база сегодняшний день состоит из 8 самолетов. 4 самолета ФК-14, Типолярис польского производства, немецкий самолет, самолет Технам-2006 и несколько самолетов советского производства. Самолеты используются как для тренировки летного состава, так и для транспортно-звездных работ. На торжественном открытии взлетной полосы Акимобластина Рухамбет Абдебеков отметил, что центр будет выполнять не только авиационные работы, но и внесет свою лепту в дело подготовки квалифицированных пилотов и специалистов технического обслуживания. Мы хотим и надеемся, что этот центр станет хорошим местом для тех, кого манит небо, кто хочет научиться пользоваться авиационным транспортом, а развитие малой авиации для Казахстана, как вы понимаете, это большая перспектива и потребность жизненная. Основным видом действенности центра является обучение пилотов-любителей и оказание авиационных услуг физическим и юридическим лицам. Впереди короткая реклама, после продолжим выпуск. Не переключайтесь. Продолжаем выпуск. В прошлом году на водоемах области утонул 51 человек. Семеро из них – дети. Наибольшее число утонувших в Бухаржураусском районе и Караганде. В преддверии купального сезона сотрудники ДЧС призывают граждан не повторять ошибки прошлых лет. Спасатели области и Акимат региона провели специальное совещание, где рассмотрели итоги паводкового периода и планы на предстоящие летние месяцы. Подробности далее. Большинство утонувших – 19 человек – погибли в самый первый месяц лета. Основными причинами гибели является отдых граждан на неконтролируемых спасателями водоемах, купание в запрещенных и необорудованных местах, в нетрезвом состоянии, незнание или несоблюдение правил безопасности на воде, а также неумение плавать и оставление детей у воды без должного присмотра взрослых. В то же время остается рядом долгосрочных проблем по профилактике предупреждения гибели на водоемах. Малое количество приспособленных на воду мест купания и бляжей в городах, фактически отсутствие в сельской местности, отсутствие планирований и выделение финансовых средств из бюджета в рамках бюджета в программу предупреждения чрезвычайной ситуации на профилактические мероприятия по обеспечению безопасности купального гривода. Также спасатели рассказали о принимаемых противопожарных мерах. В 2015 году произошло 20 лесных и 29 степных пожара. Также имеются 342 случая возгорания на общей площади более 9 тысяч гектаров. Были человеческие жертвы и гибель скота. Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков раскритиковал работу Акимов, Каркаралинского и Актугайского районов. Он отметил, что в этих районах плохо организована работа по инструктажу и не соблюдаются правила техники безопасности. Акимобласти районов, регионах, допустивших снижение количества добровольных пожарных формирований, слабо их оснащения, отсутствие средств на профилактику и тушение плавных пожаров до начала активной фазы пожароопасного периода, активизировать работу в данных направлениях, рассмотреть возможность выделения средств для их оснащения. Также на собрании подвели итоги поводка опасного периода. Спасатели назвали весенний сезон пройденным. Теперь их главная задача – безопасное прохождение купального и пожароопасного сезона. Главная цель – недопущение гибели людей и ущерба экономическому потенциалу области. Аймамрина Исламбеку Спан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Казахстанцев волновал вопрос о долгосрочной аренде иностранными инвесторами наших земель. Решение президента Нурсултана Назарбаева ввести мораторий стало, как всегда, своевременным. Что об этом думают карагандинцы, в частности представители религии, узнавал наш корреспондент. На пятничном намазе главный имам Карагандинской области Омирзах Бехкожа с Джамагатом разделили радостную новость про объявленный мораторий на аренду земель Казахстана. Проявляя свою радость, делали Бата нашему Эль-Васе. И все это восприняли, как политику президента, как не разрушать наше единство. И всегда, чтобы в Казахстане просветало мир и дружба, и согласие. Тем, кто не боялся смотреть смерти в глаза, сражаясь за родную землю, в Казахстане уделяется особое внимание. В эти праздничные дни представители партии Нур-Отан побывали в гостях у ветеранов и подарили им подарки. В преддверии Великого праздника, Дня Победы, первый заместитель председателя карагандинского областного филиала партии Нур-Отан Кадиша Аспанова поздравила ветеранов Сапоголикур Мангалиева, Петра Удотова и Сергея Сидорова с Днем Великой Победы. И для них это очень важно, потому что они востребованы. Они сегодня, вы видели, они не хотят нас отпускать, потому что им приятно, они хотят общаться, они вспоминают в эти дни о войне, о своей молодости, все лучшие свои годы. И нам бы хотелось, и нам полезно, и нам приятно очень, что с ними вместе в этот день. И я надеюсь, что не только в эти дни, мы должны о них и о ветеранах наших помнить всегда. Ветераны, которые могут самостоятельно выходить на улицу, были приглашены филиал партии Нур-Отан, где для них были устроены чаепития, организована концертная программа. Но есть среди числа достойно сражавшихся за родную землю и те, кто дальше четырех стен выйти не может. Именно таких людей регулярно посещают представители партии Нур-Отан вместе с молодыми людьми молодежного крыла Жас-Отан. Петр Удотов родился в 1926 году в Воронежской области. Когда началась война, он был совсем молодым юношей. В свои 16 Петр Васильевич служил в истребительном отряде. Большие надежды возлагались на юношу, и он не подвел. Там леса, а в этих лесах кто скрывается? Которые против советской власти. Парашютисты, все. И вот мы этим вопросом и занимались. Благодаря им, ветеранам, мы получили свободу, мирное небо и отвоеванную родную землю. Это они, хоть и боялись, но не сдались, защищая своих жен, детей, матерей и наше будущее. А долг каждого из нас вспомнить и благодарить их за великую победу. Спасибо, дорогие ветераны. Никто не забыт, ничто не забыто. Екатерина Афанасьева, Жаксылык-Нуртай, Исламбек-Испан, Александр Цирикидзе. Первый Карагандинский. Почтить память ветеранов Великой Отечественной войны и высказать слова благодарности пришли и воспитанники детского сада Байтирек. Ребятишки возложили цветы к вечному огню, читали стихотворения, где в каждой строчке были слышны слова благодарности за мирное небо над головой. Почтить память героев собрались детки из четырех старших групп детского сада. Собравшись вокруг вечного огня, малыши внимательно слушали воспитателей, которые рассказывали о великом празднике – День Победы. Наши воспитанники детского сада Байтирек выражают благодарность всем ветеранам, друженикам тыла за счастливое детство. Турнир по волейболу памяти Аманбека Абдыханова прошел в Караганде. Кто принимал в нем участие и какие награды получили призеры, расскажет Екатерина Афанасьева. Ежегодно 7 мая в Караганде проходит турнир по волейболу памяти Аманбека Абдыханова. Он родился в Шетском районе в 1948 году. Был известным общественным деятелем. На протяжении всей жизни Аманбек Абдыханов делал все, чтобы жизни людей становились лучше и интереснее. Поздравляю всех родственников и присутствующих с открытием этого турнира. Турнир по волейболу памяти Аманбека Абдыханова проходит уже шестой раз. Все началось в Шетском районе. Тогда в соревнованиях принимали участие только карагандинские команды. В последние три года турнир проходит в Караганде. Растет интерес к данному мероприятию не только в Карагандинской области, но и в республике. В этом году заявку на участие подали команды из Астаны, Актобе и других городов Казахстана. Но организаторы отмечают, что количество местных команд не должно быть меньше шести. Самая главная цель данного турнира – это развитие именно спорта, волейбола, именно в нашей области, Карагандинской области, чтобы у молодежи был интерес к развитию данного спорта. В этом году отборочные матчи прошли 12 команд. Обладатели первого места получат денежный приз в размере 350 тысяч тенге. Команда, занявшая второе место – 250 тысяч тенге. За третье место – 150 тысяч, а за четвертое – 75 тысяч тенге. Эти спонсорские награды вручаются от фондов Аманбека Абдханова и Керней. Каждая команда целенаправленно готовилась к данному турниру. Несмотря на своих сильных соперников, победу завоевала команда волейболистов из Тимиртау. Соперники в группе были трудными, получается, или мы разыгрывались, или... Все соперники трудные, в принципе, были, мы их все знаем. С каждым годом мероприятие набирает все большие масштабы и обороты. Организаторами выступают родственники и дети общественного деятеля. Также ежегодно приглашаются люди, которые работали с Аманбеком Абдхановым и его друзья. По их словам, он был очень справедливым, воспитанным и добрым человеком. Талиубек Зейнешев работал вместе с ним. Мужчина был очень рад побывать на данном турнире. Это мероприятие прошло на высоком уровне, чему я очень рад. Мы видим, что он хорошо воспитал своих детей, ведь они уже на протяжении шести лет чтят память своего отца данным турниром. Благодаря таким мероприятиям его имя никогда не будет забыто. Он этого достоин. Игры прошли интересно. Было много захватывающих моментов. Волейбол – командный вид спорта. Результат участия в подобных соревнованиях – есть итог коллективных усилий всех членов команд. Екатерина Афанасьева, Жакслык, Нуртай, Александр Циркидзе, Первый Карагандинский. И последнее на сегодня. 14 мая в центре бокса имени Серика Сапива выступит Вячеслав Бутузов и группа «Юпитер». Знаменитый рок-музыкант исполнит перед карагандинской публикой лучшие хиты легендарной группы Свердловского рок-клуба «Наутиус Помпириус». Концертная программа «Нау-30 лет под водой» будет настоящим погружением в эпоху перемен конца 20 века. Именно тогда родились знаменитые строки драматических крыльев, философского Тутанхамона и прощального письма, лиричное «Я хочу быть с тобой» и других. Осмысленные тексты Ильи Кармельцева, ставшие визитной карточкой «Нау-Тилусов», по сей день поражают глубиной и актуальностью. Организаторы концерта обещают качественный звук и незабываемое шоу. Подробную информацию можно найти в социальной сети ВКонтакте. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Всего доброго. Амансова Болгстер.